11.06 в Кирове. Сегодня пятница. Это программа «Дневной разворот» в студии Дарьи Топузлеева. И Светлана Занько. Добрый день всем. Добрый день. Добрый день. Несмотря на погоду, несмотря на природу. Но погода, кстати, шепчет «Самоизолируйся». Погода шепчет «Самоизолируйся» в уютной квартире под одеялом. И желательно не включать телевизор. Но радио-то слушать нужно. Поэтому мы вещаем. И у нас сегодня важная очень тема. Мы в этой теме специализируемся, можно сказать, на волнах нашей радиостанции. И все люди, которые сегодня будут принимать участие в разговоре, они тоже эксперты в этой теме. Давай их представим. Так, начну, наверное, с... Тему, во-первых, мы скажем. Тема, да, тема. Ну, тема, на самом деле, не очень у нас радостная сегодня. В этом году не будет у нас проекта поддержки местных инициатив. Вопрос. Вопрос, думаешь? Пока, подожди, официальных заявлений не было, поэтому мы пока что под знаком вопроса. Хорошо. Но как-то в последнее время все знаки вопроса потом превращаются уже в восклицательные. А давай мы ее, значит, так переформулируем. Что будет с проектом поддержки местных инициатив в год коронавируса? А спросим мы об этом. Наталья Юшитько, председатель общественной палаты Кировской области. Наталья, добрый день. Добрый день. Михаила Шевелева, руководитель Альянса консультантов инициативного бюджетирования. Михаил, добрый день вам. Добрый день. И Евгений Дрогов, эксперт Альянса консультантов инициативного бюджетирования. Добрый день. Добрый день. Ну, собственно, Михаил Шевелев, он испровоцировал наш сегодняшний эфир, потому что разразился Facebook-постом. Привет всем. Если честно, хотел созерцательно провести весь период самоизоляции, в конце сделать селфи и начать новую жизнь. Но бурные воды коронного вируса смогли таки вытолкнуть меня на поверхность. И с веселой грустью пишу я вам. Очень лирическое, надо сказать, вступление. А дальше вовсе не до лирики, а совершенно точно. Потому что дальше ты перечисляешь некоторые вещи, которые по твоей информации, да, еще пока что официально не озвученной, повторяю, руководством нашего региона, касаются ППМИ-2020, проект поддержки местных инициатив. Судя по всему, будет заморожен на этот год. Поясни, пожалуйста. Ну, во-первых, действительно, информации официальной нет, но был проведен видеоконференц-связь с муниципалитетами, то есть Министерство социального развития, Министерство финансов Кировской области. И они довели до муниципалитетов основную мысль, то есть долго думали. У нас конкурт должен был состояться еще в феврале, но потом был перенесен на март. На сегодняшний день он, по сути, у нас середина апреля, и принято решение о том, что реализация проектов, которые были поданы на конкурс в прошлом году, они будут реализованы в 2021. То есть, по сути, осуществлено только перенесение, исполнение обязательств перед инициаторами, реализовать проект не в этом году, а в следующем году. С точки зрения разума, я считаю, что очень логичное решение. То есть, если нарисовать табличку, ставить плюсы-минусы, то этот перенос, он как бы наберет, конечно, гораздо больше плюсов, чем любое другое решение. Потому что, если принять сейчас решение о реализации, то возникнет множество вопросов, связанных и с отбором вкладов населения, спонсоров, связанных с выбором подрядчиков, с торгами, с тем, когда закончится пандемия, ну и так далее, скажем, да. И, в общем-то, перенесение, оно такое достаточно убаюкивающее и спокойный вроде бы вариант. Но, как я пишу в своем посту, на мой взгляд, главное не это. Главное то, что вот это принятие решений, это до сих пор не озвучивание официального этого решения, это некое такое замалчивание, что ли, и кулуарное принятие решения, оно не создает и даже более того, разрушительно действует на вообще всю систему доверия к тому проекту, который десятилетиям, в общем-то, создавался в Кировской области. И вот это проблема того, что ни первые лица не озвучивают, ни встреча не происходит там, ни на общественной палате, ни в каких-то там... То есть можно было бы собрать и, собственно говоря, объяснить это решение и достаточно четко, уверенно принять то, что, ребята, вы простите нас, мы принимаем, мы думаем, что это будет лучше для всех. Но тут есть несколько моментов, потому что до сих пор не определена сумма и на 2021 год. То есть если этот перенос сейчас, ну, такое, скажем, от движения решения до момента принятия бюджета на следующий год, если в следующем году будет цифра, скажем так, оставлена на уровнях этого года, то у нас получится, что достаточно небольшое количество победителей, ну и, в принципе, это вот, скажем так, надежда будет сменяться определенным разочарованием, и для нашего региона это может быть достаточно таким. Да, давайте мы сейчас перейдем к Наталье Михайловне, простите, пожалуйста, Наталье Ивановне. Вчера Наталья Ивановна и называла Наталью Владимировну целый день, вспоминая вас. Наталья Ивановна, участвовала ли общественная палата? Я вот сейчас понимаю, что Альянс консультантов инициативного бюджетирования в обсуждении ситуации 2020 года, с ППМИ, вот что сейчас вы делаете, не принимал участие. Нет, не принимал. Вас не спрашивали, общественную палату спросили. Нет, общественную палату тоже не спрашивали, и на самом деле эта информация для меня тоже так же вот как бы нова, потому что эта информация из неофициальных источников, но я так думаю, что она действительно подтвердится. Я вот согласна с Михаилом, мало того, нас не ставят в известность, не говорят об этом, как бы да, и не предупреждают. Даже не посоветоваться, понимаете, а это очень важно. Вот когда, мало того, замалчиваем информацию, хорошо, не спрашиваем людей, а вы готовы? А может быть люди-то готовы? Кто-то может быть готов. Может быть люди готовы реализовывать эти проекты и 19-го года, и собирать средства. Вы подрядчиков спросили, вы готовы? Нет. Никто никого не спрашивает, никто ни с кем не советуется. И потом мы получаем, мы получим опять другой эффект. Мы получим эффект опять, то есть опять утраты доверия власти. Причем на фоне вот таких коррупционных дел, которые у нас, ну каждый раз, несмотря на коронавирус, да, мы сталкиваемся с этим постоянно, да, поэтому, ребята, ну как так можно? Нельзя так работать с людьми, нельзя. Потому что ППМИ, как вообще процесс инициативного бюджетирования, это все-таки процесс партнерства. Это партнерство людей, это прозрачный процесс. А когда это принимаются решения, не спросив никого, я считаю, что это очень неправильно. Поэтому если бы спросили моего мнения, переносить вот проект поддержки местных инициатив и замораживать ли его там, да, на 20-й год, я бы сказала, однозначно нет. Объясню почему. Мы недавно, общественная палата, вместе с ресурсным центром проводили опрос среди некоммерческих организаций и инициативных групп граждан по вопросам поддержки вот вообще общественного сектора, гражданских инициатив. И очень большой процент опрашиваем, сказали, что одно из мер поддержки это введение дополнительных конкурсов. Дополнительных конкурсов. Потому что все понимают, что всем все не дадут. Но на конкурсной основе можно что-то получить, обосновав серьезно и правильно свой проект. Тем более время для этого сейчас у нас есть. Мы находимся дома. Мы можем спокойно, не дергаясь, не ходя на совещания, не проведя мероприятия, проработать серьезно свою проектную заявку. Просят проекты, как раз конкурсы, направленные на какие-то антикризисные меры. И может быть, проект ППМИ немножко переориентировать. Пусть это будет не ремонт, стройка, трубопровод и так далее. А может быть, это будут проекты поддержки местных инициатив, направленных как раз сейчас на поддержку, опять повторюсь, поддержку на социальную сферу. Давайте мы сделаем это. У нас сейчас столько людей, нуждающихся в помощи. Я уж не говорю про пошив масок. Сейчас, слава богу, мы их шьем, все, кто никому не лень. Но у нас многие находятся в изоляции. Нас посадили детей в изоляцию. Что делать детям? Учимся дистанционно, не имея компьютеров, не имея нормального интернета. Вот это-то можно решать вопросы эти. Поэтому я однозначно против замораживания. Можно сжать сроки реализации проектов. Можно уменьшить, может быть, суммы. Но когда нам говорят, что сейчас бюджет переспределяться будет в сторону приоритетных направлений, поддержки, и ППМИ, я так понимаю, не попадает в приоритет, это неправильно. Это неправильно. Евгений Дрогов, почему вы считаете, и считаете ли вы, что власти не видят в проекте поддержки местных инициатив в этом году смысла? Вообще такая постановка вопроса, мне кажется, она исходит, ну, не совсем я согласен с постановкой. Изначально вот тот период, когда у нас сменялась власть, да, был сопряжен с проблемами продолжения вот этих всех процессов, да, то есть осознание их необходимости и важности. Я сейчас поясню, когда посадили Никиту Белых, и пришла новая команда, команда этот проект не восприняла. Ну, да, то есть, вот, ну, есть что-то работающее, и многое тогда, то, что создавалось предыдущей командой, было закрыто, отменено, переформатировано и так далее, и так далее. И было большое опасение, что ППМИ тоже пойдет под нож, как и многое другое. Вот. Но тогда именно общими усилиями Совет муниципальных образований, отдельные муниципалитеты, консультанты, проектный центр Министерства социального развития, кто реализовывал все эти годы проект, убеждали принимающих решения в том, что ни в коем случае закрывать его нельзя, нужно его развивать. Жень, тут важно все-таки сказать, что СМИ тоже принимали в том числе. Да, и СМИ, конечно, конечно, и эхо Москвы в том числе. Самое-то главное, это было просто демонстрация результатов с горящими глазами, с тем, что это классно, это не просто освоение бюджетных средств, а это именно такая жизнь местная, которая показывалась в каждом приездном губернатора в любом абсолютно месте. И у меня до сих пор, меня не покидает ощущение, что то решение, которое было принято тогда, оно не из понимания исходило того, что это действительно необходимо, а это была некая уступка вот этому общественному напору, да, всевобщему. Ну, раз вы считаете, что это надо... Я попроще, выборному процессу, чтобы все выбирались как надо, мы даем вам такую уступку, а вы, собственно говоря, приходите и голосуйте за нас. В том числе и это. И вот сегодняшняя ситуация, которая складывается, это как будто такой удобный способ от всего, что наработано, взять и отказаться. Ребята, мы старались изо всех сил, но вы видите, вот ситуация выше нас. Причем... Надо сказать, что это старание, о котором ты говоришь, мы старались, до коронавируса было под подозрением, потому что впервые в этом году на два месяца затянули сроки, а решение по конкурсу ничего не объясняя, почему тянули. Люди ждали и ждали, а сейчас коронавирус, давайте спишем. Светлана... Ну, это я так представляю, может быть, это и не так. Потому что еще до... Нет, изначально-то как-то объяснялись эти затяжки? Изначально объяснялись тем, что денег нет, и давайте мы примем решение бюджетом сначала. То есть сначала были поправки бюджет. Шли переговоры. Принесем, да, то есть внесем... При этом заявлялось, что бюджет Кировской области выходит в профицит и улучшается. Ну, смотрите, то есть правильно ли я понимаю, что если решения по деньгам не было и до коронавируса, какова тогда гарантия, что в 2021 году эти деньги не появятся? Ну, смотрите, тут накладывается ситуация, которая последние годы тоже дискутировалась, и вот здесь за этим столом тоже в студии «Эхо Москвы» в Кирове, о том, что существует перекос по финансированию, да, когда проекты текущего года финансируются бюджетом следующего. Эта ситуация возникла в 2014 году, когда тоже была проблема с бюджетом, и с обещанием ее исправить при первой возможности мы ее имеем до сих пор. И одно из объяснений, вроде бы логичных, да, переход на нормальное финансирование вот с учетом такой заморозки 2020 года. Но с учетом того, что два месяца были потеряны впустую практически, а обычно за этот срок вот до апреля месяца в прошлые годы собирался вклад населения. То есть когда еще не было объявлено никаких режимов там самоизоляции, вот за этот период могли бы собрать вполне вклад. Вот. Подрядчики, мы видим, что ремонтные работы идут, да, и с учетом там санитарно-эпидемиологических ограничений, ограничений, которые есть, да, то есть провести конкурсные процедуры сейчас и сделать, когда коронавирус там пойдет на спад. То есть до октября месяца времени вагон. То, что касается выборных всех процедур, ну то есть собраний граждан, да, по выбору инициатив, это тоже все сдвигается легко. То есть при желании найти возможности все сохранить и даже приумножить, как вот написал вчера руководитель проектов поддержки местных инициатив Всемирного банка Иван Шульга в своем Фейсбуке, он написал, что на самом деле проекты инициативного бюджетирования это не про конкуренцию, а про кооперацию. И расцвет проектов ИБ в той же Бразилии пришелся как раз на кризисное время. То есть чем кризиснее и тяжелее ситуация, тем востребование процедуры инициативного бюджетирования. У нас же получается все на... Но они как-то менялись, подстраивались. Ну конечно, конечно. Надо напомнить просто, что инициативное бюджетирование из Бразилии родом пошло, да? И как раз оно появилось, чтобы решить острые социальные вопросы. В России оно появилось, когда после кризиса 2008 года в Саврополье вот эти вот социально, скажем так, незащищенные регионы на границе с Чечнёй, там, да? Но он раньше там появился. Ну все равно. То есть там было в результате вот кризисных ситуаций было определенное вливание. У нас оно появилось в результате отсутствия 20-летних вливаний на инфраструктуру в сельской местности. И по сути уже там количество проблем с водопроводами, с домами, культурами просто зашкаливало. И по сути мы как антикризисную меру эту привели. На сегодняшний день, так как это инструмент, в общем-то, диалога, как мы надеемся, он таким останется, то сегодня в режиме самоизоляции, когда люди оттуда начнут выходить, режим встреч, общения, обмена будет крайне важным. Что касается там бюджетных возможностей, да, буквально позавчера в очередном выступлении руководитель страны сказал, что будут выделены дополнительные средства региональным бюджетам в размере 200 миллиардов. Ну вопрос, как их поделят, но я думаю, что Кировской области тоже достанется сумма на вот выравнивание именно каких-то социальных вопросов, да, по финансированию. Вполне я думаю, что эти деньги могли бы в том числе и на ППМИ быть направлены. Ну это мое такое... Ну тут вопрос в том, да, как они будут... Субъективное мнение, да. Адресные это будут деньги или нет? Я к тому, что вот продолжая тему о том, была ли возможность и есть ли она до сих пор, возможность все это сохранить и даже трансформировав приумножить, я считаю, что она есть, она сохраняется. Что для этого нужно сделать? Если можно, я все-таки, Евгений Михайлович, немножко поапонирую в нашем. То есть я согласен, что в теории, в правильности и с точки зрения здравого смысла для развития, это действительно так. Но если мы посмотрим на всю историю принятия решений существующими органами государственной власти, то это в принципе нереально. Потому что изначально приоритет распределения и расходования денежных средств у нас строится достаточно простым образом. То есть сначала все идет на поддержание социальных сфер, на поддержание зарплаты, как бы содержание органов власти, да, а все остальное уже как раз тратится на развитие, на стройку, на различные, ну скажем так, формы поддержки экономики, культуры и так далее. И в этой связи, конечно, первое, что видят органы государственной власти, это то, что они не получат средств. То есть у нас проседает сильная доходная база. И с точки зрения расходной базы они видят, что самое главное, что нужно сделать, это заплатить зарплату бюджетникам. Уже сейчас, как бы, подсчеты, которые ведутся, говорят о том, что мы можем не справиться. И, соответственно, под нож идет все, ну как вот с конца, да, все с поддержки экономики, с поддержки, ну поддержки экономики, кстати, это неправильно, да, но я думаю, что и там слов будет больше, чем дел. Культура, благоустройство жителей и все остальное будет, ну скажем так, убрано. Потому что это логика власти, потому что это, ну скажем так, логика, условно говоря, расходования бюджетных средств. И она, на мой взгляд, она, ну, определенным образом порочна. Сегодня самым важным, на мой взгляд, результатом вот от, скажем так, отказов от ППМИ, то, что говорят жители нам, и мы, кстати, вот три месяца мы держали всех, потому что нам уже звонили и спрашивали, что, где, как. Мы говорили о том, что, ну, подождите, там, сейчас вот, ну, такие сложности там и так далее. А сейчас получается, что... Нам нечего сказать. Ну... Ответственно. Нет, легко списать на коронавирус. Ребята, о чем вообще речь? Самое главное. Люди начинают спрашивать, куда уйдут наши деньги. О каких вообще деньгах речь идет? Давайте сразу скажем. Давайте так. Раньше... Сколько выгодовало государство? Раньше в целом проектов реализовывалось с поддержкой в 240 миллионов из областного бюджета. Как они делились по годам, там, не будем это затрагивать, но, тем не менее, мы говорили о том, что порядка там 300-400 проектов, это победители с учетом вот этих 240, с учетом местных вкладов и вкладов местных бюджетов, они составляли достаточно внушительную сумму, там, порядка там... Ребята, 230, так-то было? 230, да? Ну, я извиняюсь, у меня почему-то 240... Ну, 10 это народный бюджет еще. Возможно, да, возможно, да. Согласен. Но, кстати, народный бюджет остался. Народный бюджет остается, и, по крайней мере, по нему показалось. Ну, потому что там 10 миллионов, а там 230. Вот. И смысл в том, что люди начинают спрашивать, куда уйдут наши 230, пусть, миллионов рублей. Ребята, покажите нам, ребята, как вы сейчас справляетесь с этой ситуацией, как распределяете... Второй момент. Будет вопрос, говорят, ну, вот то, что я сказал, да, будет снижение доходной части бюджета. А на сколько оно будет? У нас вроде бы фонд профицитный, ФНБ там большой, все выпадающие доходы, по идее, Кировской области, это не так много. У нас там 50 миллионов, миллиардов, весь бюджет, соответственно, там, даже если наши там протезы с половиной, ну, нам надо всего лишь на 10 миллиардов больше там выделить. Это не такие большие деньги, на самом деле. Это даже и 200 миллиардов, как бы, выделяемых нам должны, и они должны причитаться. Вот. И, соответственно, вот эти все вопросы, они начинают таким образом, ну, как бы, складываться, что вот вчера мы в чате, да, обсуждали. А куда у нас уходят деньги, например, городского бюджета? Почему, вот, ну, условно говоря, Собянин на сегодняшний день, ну, все-таки заставляют его отказаться от перекладывания плитки? Мы должны заставлять отказываться от установки этих заборов, скажем так, да? Мы должны отказываться от вот этих там побелок, этих... Втерейбов бесполезных. Бесполезных. Абсолютно. То есть мы должны отказываться от бесполезных трат. То есть, по сути, сегодня возникает, на мой взгляд, новый порядок уровня общественного контроля, это уровень за финансами, за бюджетными. То есть, если раньше мы контролировали там качество выполнения дорог, неважно, сколько они стоят, то сейчас нужно контролировать не только качество, но и сколько они стоят. Потому что, блин, ну, извините меня, как бы, да, я езжу по улице Труда, которую закатали в ноль, там, два года назад, и которая на следующий день... И она уже вся дырявая. Я каждый день езжу по этой улице. А до сих пор, когда вставили эти люки, до сих пор они не, ну, как бы, не закатали ничего рядом. И получается, что... Люки утонули. То есть, вот этот примитивный способ, когда все закатывается, а потом выковыриваются люки... При этом я хочу заметить, что новую машину купили для обрезания. Они через сезон проваливаются все, то есть, становится ситуация хуже, чем была. Вопрос просто действительно в том, что вот это расходование, это уже сейчас получается не только некие кулуарные вещи, которые внутри органов власти, законодательные, исполнительные, судебные и так далее. А это, в общем-то, и наши тоже вещи. Ну, смотрите, должны ли сейчас власти взять вот эти вот 230, там, 240 миллионов, о которых мы говорим, и четко расписать, куда пойдут деньги вместо ППМИ. По-хорошему? Чтобы люди понимали. По-правильному, да? По-правильному, да. Ну, то есть, понятно, что там нет такой законодательной обязанности, но тем не менее. А фактически обязанностей такой нет. Более того, при отсутствии закона об инициативном бюджетировании, о котором мы три года уже говорим, да, и уже на федеральном уровне законопроект в Думе лежит, у нас он готов три года как, и до сих пор ситуация не сдвинулась. То есть, у нас же на этот год, на деньги, которые были заложены в бюджете, они потрачены в январе на проекты прошлого года. Жень, давай это не будем. Про закон. Так вот, нет, так, если ноль рублей стоит на этот год, какие деньги-то они должны распределять, и о чем они должны отчитаться? Да. То есть, получается, денег нет? То есть, получается, что не о чем отчитываться-то, я к этому клоню. То есть, по сути-то, никто никого не нарушил, все по закону. Ребята, мы чего сейчас? Мы вроде ничего не обещали, но и все. И на самом-то деле, на мой взгляд, очень правильно Наталья Ивановна сказала то, что на сегодняшний день нельзя говорить только о ППМИ. ППМИ – это такой спусковой крючок. Потому что и мы, когда говорили про закон, мы говорили о том, что должен быть бюджет на всех. Мы должны говорить о бюджете на сообщество, на общественные интересы, на то, что… на социальное… Не только на инфраструктуру. Сейчас, извините меня, все, что читаешь в позитивном новостях, это связано с тем, как бизнес помогает людям. Да, давайте я так немножко, сейчас мы пойдем на перерыв. Я немножко резюмирую здесь. Мы подходим к тому вопросу, возвращаясь к практике, кстати, Бразилии, что в кризисной ситуации особенно, чтобы принимать правильные решения, правительство должно обратиться к таким практикам, как инициативное бюджетирование, допустить к народу к заявлению на распределение бюджетных средств, потому что сверху, и сидя в самоизоляции в Большом доме, не видно, что происходит на земле в каком-нибудь Кикнуре или в какой-нибудь Лальске. А благодаря инициативному бюджетированию именно оттуда пошли бы сведения и заявки, на что в первую очередь людям нужны средства. И в этом смысле сейчас самое время, судя по вашим словам, коллеги, пересмотреть, возможно, категории заявок по инициативному бюджетированию, переориентируя их на самые тонкие, тревожные социальные сферы. Мы сейчас эти сферы с вами сможем обсудить после короткого перерыва. И так что же все-таки произойдет с проектом поддержки местных инициатив и вообще с гражданскими инициативами в этом году, в год коронавируса 2020 в Кировской области. Мы здесь собрались с экспертами в общественной деятельности. Михаил Шевелев, руководитель Альянса консультантов инициативного бюджетирования. Евгений Дрогов, эксперт Альянса. И Наталья Шитько, председатель общественной палаты Кировской области, все эти люди долгие годы занимаются тем, что изучают, помогают, внедряют социальные практики. Они разбираются в финансах. Собаку съела Наталья Ивановна тоже уже давно по этому поводу, потому что НКО требует финансов, инициативы тоже требуют. Евгений и Михаил занимаются бизнесом и тоже в финансах. Прекрасно разбираются. Я должна была это подчеркнуть. Просто когда, говорят, народ не допускает бюджета, потому что, ну, должны работать профессионалы, ребят, вы народ сначала спросите. Особенно, если он, если он, ну, правда, ну, правда. Вот они сидят сейчас там в этом здании, закрытыми дверями. Советник по аудиторской деятельности. Советник по аудиторской деятельности. Кого? ВТП. ВТП. ВТП, ну, не губернаторы же, да? И не правительство. Нет, это может быть утверждение. Это я единственное, что я имею в виду. Я почему и говорю, что просто когда мы вас представляем общественниками, одно ощущение, а когда, как бы, ты должен сказать, что люди прекрасно разбираются в финансовом вопросе. А когда это складывается с полным пониманием того, что происходит в регионе на местах, вот это самая важная компетенция людей, которые здесь присутствуют. Ну, вот смотрите, да, мне вот еще о чем хотелось бы поговорить. Сейчас вот на фоне всей вот этой вот пандемии, эпидемии, во всех сферах, буквально во всех сферах вскрываются какие-то слабые места. То есть мы видим там хоп в здравоохранении, одно. Мы смотрим, что школа не готова к дистанционному обучению, хотя до этого во все трубы трубилось о том, что у нас новая техника, что новые методики там и тому подобное. А по факту оказывается, что готовы только лицеи и школы там с углубленным изучением языка. А вот здесь, в этой сфере уже что у нас вскрывается, на что хотелось бы, конечно, что еще будет возможность обратить внимание и поправить. А вот, знаете, смотрите, вот мы, да, просто дополняю Даши на направление. Собственно, мы к этому подходили до перерыва. Вот возвращаемся к посту, который опубликовал Иван Шульга, представитель Всемирного банка, да, вот возглавляющий направление инициативного бюджетирования. Он сказал, что, ну, две ошибки, собственно говоря, мы совершили, люди, которые занимаются инициативным бюджетированием, так и не донесли до властей, что это такое, осознание не возникло. Абсолютно точно. И второе, не сделали, ну, вот, что не сделали сами там на своей территории. Ну, он как раз говорит о том, о чем вы говорили, коллеги, о том, что ведь можно переориентировать практики. Может быть, не детскую площадку в этом году, ладно. Может быть, не вышку, да, это уже жирно теперь по нынешним годам для мобильной связи, но ведь есть социальные вещи, да. Вот он говорит, давайте закроем глаза и представим себе действительно антикризисную практику инициативного бюджетирования. Когда муниципалитет в условиях кризиса доливает, да, да, не урезает, а доливает денег в текущую практику ИБ, усиливает фокус на наиболее уязвимые в условиях кризиса группы, оперативно собирает их представителей, инвалидов, безработных, пенсионеров и тому подобное. Потому что, да, все инструменты для этого есть. Все каналы коммуникации понятны, пробированы, все институциональные игроки мобилизованы, выявляет потребности этих групп, начинает финансировать соответствующие проекты, которые могут быть быстро реализованы. Курсы для стариков, помогающие делать заказы в интернете, бесплатную курьерскую доставку, выгул собак, программу социальной реабилитации для потерявших работу, антидепрессивные онлайн-курсы, кружки по интересам, да что угодно, говорит он. Откуда мы знаем, что именно окажется наиболее актуальным? Есть это? Нет. Будут резать расходы на ИБ. Будут, говорит он. Ну вот крик души такой. Это вот то же самое, что говорит Михаил. Я говорю о том, что возможности есть. Он говорит, нет возможностей и нет, потому что власть этих возможностей не видит. Ну то есть... А почему Наталья не видит власть этих возможностей? Как вы думаете? Вот ребята спорят. Вы знаете, это вот, это, наверное, тоже моя боль. Я очень давно работаю в некоммерческом секторе. И вот правильно там написано, мы не можем донести власти, почему мы им нужны. И вообще, почему с нами надо работать? Точно так же, как с бизнесом. Точно так же, как там... То есть сейчас много говорят о поддержке там среднего и малого бизнеса, но ничего не говорят о поддержке НКО. Ну и так далее, и тому подобное. Вот я даже там... Я думала, когда я приду в общественную палату, мне будет легче донести эту информацию вообще. И понимание, что это потенциал огромный. Это потенциал и с точки зрения и социальной, и экономической. Это большой потенциал. Но им надо заниматься и развивать. Вот я сейчас... Когда пришла в общественную палату, я все время тоже Наталью Ивановну на всех наших пленарках дергаю. Наталья Ивановна, когда мы вас выбирали, вы нам обещали, что проект, значит, закон, проекты поддержки инициативного бюджетирования будут вашим приоритетом. Где, говорю я всегда, Наталья Ивановна, выньте, да поможете. Вы сейчас к этому поясняете, что не получается. Выньте, да, я поясняю, что не получается. Понимания и поддержки в этом направлении нет. Хотя, поверьте, много переговоров я провела. И это было вообще... Ну, для меня действительно один из приоритетов областной конкурс поддержки социальных инициатив. Закон об инициативном бюджетировании. Это действительно для меня, как вообще представителя общественности НКО, на самом деле, даже в первую очередь важно даже лично для меня. Что нам говорят? Нам говорят так. Ну, во-первых, на самом деле в этом законопроекте он у нас хороший. Это признал министр финансов нашей Лариса Александровна Маковеева. Да, на последнем... Да, были мы на неволинских чтениях, где обсуждали это. Он у нас хороший. Но ведь вопрос там в цифрах. То есть этот закон, он будет гарантировать ежегодное выделение гарантированных средств. В этом и смысл. И государство не должно бояться вообще этих ответственностей и гарантий. Нельзя этого бояться. Вот тогда, когда они возьмут и этот законопроект как раз примут, вот тогда люди скажут, да, значит, вы не боитесь с нами работать, не боитесь выделять на средства и не боитесь, что у вас завтра наступит коронавирус и так далее, мы все равно будем... Это определенная гарантия. Но, вот, опять же, я противовес, когда мне говорят, ну, мы же все равно даем, мы же ежегодно даем. Я говорю, ну, сейчас вопрос Конституции, то же самое. Когда нам говорят, в Конституцию закрепить то или иное это, мы говорим, так это все закреплено в законах? Говорят, нет. Давайте все-таки закрепим в законах. Да, 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 вы же меняете. У нас много чего в Конституции закреплено, что не работает. То, что не работает. Но в любом случае, если бы, конечно, этот законопроект был принят, то это все равно определенная гарантия есть. Согласитесь, я понимаю, что и в закон можно внести изменения, поменять и так далее. Мало того, мы каждый год понимаем, на какую сумму мы можем рассчитывать. Правильно говоря, в 21-м году мы не знаем, на какую сумму мы рассчитывать можем. То есть мы постоянно... Захотели, отменили. Захотели, урезали, забросили. Для человека, что очень важно, для человека любого стабильность. А у нас ее нет ни в чем. И даже в том, что мы не знаем, что в 21-м году нас ожидает в этой теме, это тоже плохо. Тоже областной конкурс поддержки инициатив, который возрожден в этом году. Я, кстати говоря, тоже боюсь, что его судьба такая же будет, потому что мы его вроде возродили на три года. Сейчас он должен подвести на днях итоги. Может быть, тоже скажут, давайте в следующем году эти проекты будем реализовывать. Я считаю, что мы с Михаилом еще год назад говорили про это, что и конкурс социальных инициатив надо заводить все в инициативное бюджетирование. Вот все-все проекты по поддержке заводить туда. Работы все равно мы не останавливаемся. Света, я понимаю, о чем мы говорим. Вы тоже члены общественной палаты. Еще скажу только буквально у нас, очень разделились мнения членов общественной палаты. Нет такого единодушия. Часть членов палаты считает, что выходить с закона проекта можно только тогда, когда мы знать будем, что 100% будет поддерживать. Это абсурд. Я отношусь ко второй части. Как раз вот когда, почему мы не можем сделать попытку заявить об этом? Мало того, мы как раз выявим болевые точки, мы выявим, кто нас поддерживает, а кто нас поддерживает. Это же инициатива, конечно. И вот я как раз отношусь ко второй части. Поэтому я думаю, мы все равно, мы как раз хотели, кстати, на июнь на пленарное заседание вынести этот вопрос уже законопроектное рассмотрение. У нас есть время немножко может доработать, уточнить понятие, потому что я посмотрела, все-таки 17-й год или 20-й, но попытки мы делать такие будем. Я думаю, что я смогу убедить там и с вами, вот наших всех членов палаты, что даже не надо бояться проигрывать. Лучше что-то сделать, чем совсем ничего не сделать и предпринимать никаких попыток. Мы каждый год проводим семинары, тренинги, обучающие мероприятия, и не только в Кировской области последние годы. И объясняем людям, тем, кто впервые пришел, например, работать в муниципалитеты, те, кто впервые будет как участник там со стороны коммерческих организаций, там сообществ участвовать в проекте. Мы готовы объяснить депутатам, которые этого не понимают. Давайте встретимся с общественной палатой, когда будет возможность, я не знаю, там онлайн-семинар запишем. Почему важно для жителей Кировской области проекты инициативного бюджетирования? Почему важен этот законопроект, который три года уже лежит? Смотрите, вот уже несколько предложений. Я знаю, что Михаил оттянул руку и сейчас передам. Значит, тоже немножечко резюме. Во-первых, социальные практики, Наталья Ивановна сказала, которые вот сейчас не относятся к инициативному бюджетированию, включить в инициативное бюджетирование и, может быть, тогда законопроект в этом смысле еще немножко поправить. Предложение сейчас прозвучало. Второе, а цифру надо будет увеличивать. Цифру, кстати, напоминаем, цифра была не фиксированная, а она была привязана. Цифра была не менее 1%. Да. И это было логично. Налоговых, неналоговых процентов. Это было логично. Собственно. То есть вот больше доходов, больше цифра, меньше доходов, меньше, нормально, логично все. Доработать, в онлайн-режиме провести семинары для членов общественной палаты, для всех депутатов одновременно, пусть сидят и слушают, да, и для членов правительства. Ну, Светлана, мы же знаем, что осчастливить насильно нельзя, точно так же, как нельзя насильно научить. Ну, то есть... Но мы можем... Не вольник, не богомольник, да? Да. Я как раз хотел, в общем-то, к этому и сказать, когда вы задавали вопрос Наталье Ивановне. У нас нет хозяина этих отношений. То есть у нас есть три разрозненных проекта, связанных с поддержкой инициатив жителей. Это проект по поддержке местных инициатив, он просто самый большой. Это проект по поддержке, вот возрожденной по поддержке там общественных инициатив, которые департамент внутренней политики проводит. И это народный бюджет, который проводит инициатив финансов. Это конкурирующие на сегодняшний день проекты. И по большому счету нужно действительно говорить о том, чтобы у всех этих проектов появился один главный хозяин, один главный владелец, который был бы заинтересован тем, чтобы развивать все отношения по всем направлениям. Кто должен в этой роли выступить? Вы сами ответите на этот вопрос. А более того, такие же проекты могут вполне появиться в сфере здравоохранения, в сфере спорта, в сфере культуры. Кстати, в культуры уже есть аналогичный проект, который не афишируется, не пиарится, но тем не менее он достаточно интересно стал реализовываться. Опять же, там команда бывшая ППМИ реализует его, и поэтому он очень хорошие отзывы набирает среди муниципалитетов. В области туризма такой проект есть. Вот объединение всех этих проектов под неким общим брендом. Давайте назовем незакон об инициативном бюджетировании, которое многие не понимают, не любят и так далее, но делаем словосочетание понятное для людей. Ну и самое главное, чтобы оно было действительно ответственным, стабильным и долгоиграющим. Пусть в рамках этих отношений существуют все эти проекты. Мне нравятся соучаствующие. Ну, к тому же Игорь Владимирович... Ну, есть там твоя инициатива, например, в других регионах, да? То есть нет там слов о инициативном бюджетировании. Соучастник совсем недавно стало слово положительное. Да, да, согласна. Соучастие. Окей, хорошо. Ну, кстати говоря, давайте еще вспомним, Единая Россия тоже внесла законопроект об инициативном бюджетировании тоже в Госдуму. Ну, он не выдерживает клиники, к сожалению. Именно поэтому нужно уходить от закона. Можно назвать закон по поддержке местных инициатив. Вот любые люди. Мы уже обсуждали. Конечно. Это вопрос. То есть это будет немножко другое. Это на самом деле правильно, прогрессивно. Это дает определенный люфт. Все-таки, коллеги, смотрите. При программном подходе. Да, коллеги, мы сейчас завершаем. Все-таки я считаю, что это не смешная идея, а вполне реальная. Чтобы не списывать на то, что при коронавирусе все сидят за закрытыми дверями и невозможно с людьми обсудить, я предлагаю правительству Кировской области, обществу при поддержке общественной и законодательного собрания, Офиса Альянса консультантов инициативного бюджетирования в онлайне провести, а, совещание, б, ликбез по инициативному бюджетированию, в, ликбез по НКО и всем, 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 обсудить законопроект по инициативному бюджетированию, который рассмотреть, как минимум, как инициативу в конце этого года, осенью. ВКС есть, ВКС до сих пор работает. Да, вот посмотрим, как нас услышит правительство и что нам скажут о своих решениях. Спасибо большое нашим гостям. Дневной разворот завершен. Дарья Топузлеев, Светлана Заньков. Всем прощем. Пока. До свидания.